Ну что ж, ребятки, всем привет! В этом ролике я хотел бы обсудить довольно-таки интересную тему, а именно улучшение работы дальнобойщика. Нам выкатили очень интересный спортер, который я бы хотел сегодня вместе с вами обсудить, высказать все мнение, что я по этому поводу думаю, потому что я люблю работу дальнобойщика, у меня 120 скилл, и кто как не я для вас запишет такое видео. Поэтому надеюсь на вашу активность, ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Также, ребятки, не забывайте вводить мой промокод, промокод Палканов, можно использовать на любом сервачке, до пятого уровня, за него получите 300 тысяч. Я вам, ребятки, в свою очередь могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, вся информация есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Итак, ребятки, вот получается данный спор, и что мы здесь видим? Мы здесь видим 4 улучшения, которые будут работать в транспортной компании. Первое улучшение это норма грузов, знаете, допустим, есть в транспортных компаниях, норма наката там, допустим, 50 тысяч в день. И, скорее всего, это будет что-то подобное, только уже система это будет сделана, и будет зависеть уже не от количества денег, которые вы заработаете на транспортную компанию, а от количества грузов, которые вы сделаете. Второе, это дополнительное топливо, то есть, скорее всего, вы сможете поставить дополнительный бак на фуры. Получается, в транспортной компании фуры у них обычный бак там, я не помню, сколько у Магнума, по-моему, 150 литров. А так вы покупаете улучшение это, и у вас будет бак, как на фэтэйшной фуре, то есть, 225 литров. Рация. Рация это просто голосовой чат, то есть, на определенном клавище будете нажимать, и будете общаться по рации с транспортной компанией, то есть, с людьми из транспортной компании. Четвертое улучшение, это дополнительные заказы. Скорее всего, это будут какие-то заказы, связанные с транспортной компанией, то есть, возможно, за них будут там больше платить. То есть, вы будете застать транспортной компанией, если в этой транспортной компании будут эти улучшения, там будут заказы чисто от компании. То есть, есть обычные заказы для всех, а если вы купите это улучшение, то будут дополнительные заказы для этой транспортной компании. Что по итогу я теперь хочу вам сказать Я думаю то, что после выхода этого обновления Оно выйдет не скоро То есть вы не думаете то, что оно выйдет в этом месяце Скорее всего в этом месяце Эта обнова не выйдет Я думаю то, что обнова выйдет уже в следующем месяце Поэтому у вас есть время как бы Немножко поднажать Даже сам основатель проекта Федя Чу Писал в своем телеграм канале то, что Качайте дально Я думаю то, что он это говорил не просто так Потому что реально они дально очень сильно изменят Как я считаю Я очень надеюсь то, что они сделают баланс Между сотым и сто двадцатым скилом Потому что как вы знаете Разницы между сотым и сто двадцатым По заработку толком и нету Буквально там 5-10 тысяч Но чтобы допустим вкачать сотый скил Вам нужно сделать 7 тысяч рейсов А чтобы вкачать сотого до сто двадцатого Вам нужно сделать 14 тысяч рейсов То есть в два раза больше А зарплата при этом особо и не меняется Поэтому я надеюсь то, что это они реально исправят То есть я уверен то, что помимо получается Улучшений для транспортных компаний Добавят еще что-то Были там слухи про получается кейсы дальнобойщика Как это будет реализовано я не понимаю до конца Потому что допустим Для того чтобы получить кейс Возможно нужно будет сделать там Больше всех рейсов за неделю И попасть допустим там в топ-10 То есть тоже будет топ-10 как в дрифте Там первое, второе, третье место Получают допустим кейс А все остальные будут получать спец очки Но что будет в этом кейсе? Фуры, какой-то новый тюнинг Возможно там они могут добавить туда фары Допустим цветные фары Они могут в эти кейсы добавить Они могут добавить цвет градиент Для того чтобы сделать кейс дальнобойщика Есть все Есть как бы новый тюнинг Можно какую-то фуру добавить там и так далее Самое главное чтобы я хотел вам сказать То что скорее всего после этого обновления Когда выйдет обновление Будет жесткий ажиотаж В любом случае Как это было допустим с такси Там с другими работами Первую неделю Это 100% будет жесткий ажиотаж И я думаю то что после выхода Это обновление Цены на фуры как бы вырастут Они будут больше у спроса Потому что все попрутся надально Многие сейчас на рыбалке сидят На ферме На других работах Но когда выйдет обновление Все захотят попробовать И самое главное то что скорее всего На транспортной компании Цены тоже вырастут Возможно после обновления Все транспортные компании будут заняты Повезет больше всего тем У кого есть награды Поэтому ребята У кого есть транспортная компания Копите награды Чтобы вы могли сразу Купить все улучшения И все люди Все дальнобойщики Сразу попрутся к вам И у вас будет очень хорошая прибыль В транспортной компании То есть кто самый первый Купит вот эти все улучшения Которые там будут А я уверен то что там будет Не 4 улучшения Их там будет больше И сколько они будут стоить наград Неизвестно Поэтому, чем больше вы накопите наград, тем, конечно же, лучше. Поэтому, мой вам совет сейчас, просто кидайте все свои силы, ресурсы, развивайте транспортную компанию, забирайте награды. И потом, реально, когда выйдет обнова, вы просто возьмете, купите все улучшения, и все ребята будут работать у вас. Также, вроде бы, Федя говорил у себя на стриме, что они хотят объединить работу дальнобойщика и развойщика продуктов. То есть, я не знаю, сделают они это или не сделают, я не могу найти этот отрывок. Я не знаю, на каком стриме. Скорее всего, они это сделают, потому что, если честно, качать, допустим, разводщика очень сложно. Очень сложно там вкачать максимальный скилл. То есть, скорее всего, скилл, который у вас будет на разводщиках, он перенесется на работу дальнобойщика. И если все-таки так сделают, то вы сможете на газоне возить продукты. Это еще, получается, вырастет цена на газон. Чисто возить продукты на своей машине, это реально будет очень прикольно. Я, на самом деле, очень сильно жду и ждал это обновление, потому что я вам всегда говорил, что это лдовая работа и ее нужно улучшать. На самом деле, я с этой работы просто-напросто ушел. То есть, я даже там газон продал. Я могу там иногда покатать дальнобой, там часик, два, может быть, и то довольно-таки редко. Потому что меня, если честно, не мотивирует зарплата, которая там есть сейчас. Потому что я вкачал максимальный скилл, потратил очень много времени, и я зарабатываю 800-900 тысяч за час. И то это, если катать на газоне третий чип нитро. Я надеюсь, что все-таки выйдет обновление, добавят эти улучшения в транспортной компании, добавят что-нибудь еще, и там реально зарплата будет хорошая. Я надеюсь, что я смогу на своем скилле зарабатывать хотя бы лям 200, лям 300 за час. Это было бы реально очень круто. Ну что ж, ребятки, вот такое получилось видео. Надеюсь, вам понравилось, как бы, просто такое информативное видео, чтобы до вас донести, чтобы вы потом знаете, блядь, я без скилла сижу, фуры нету, вышла обнова, не могу бабок заработать. Поэтому, пожалуйста, услышите меня, берете, если у вас нету скилла нормального, качаете скилл, купите бабки, покупаете фуру и ждете обновления. Я уверен, что там реально заработок поменяется и поменяется в лучшую сторону. Поэтому, чтобы потом не быть лохом, просто услышьте меня, услышьте Федю, который об этом говорил, то, что качаете дально. Я вам все объяснил, рассказал, показал там и так далее, поэтому уже думайте сами, надо оно вам или не надо. Поэтому, ребятки, всем огромное спасибо за просмотры, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Давайте реально, вот кто любит дально, кто ждет обнову, поставьте лайк. Давайте на этом ролике постараемся сделать 200 лайков, я вам буду просто максимально благодарен. Вся информация есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Всех обнял-приподнял, всем пока-пока.